Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. 13.05 на часах. Ещё раз добрый день. В эфире программа Союз нерушимый. Спустя две недели мы снова с Азизом Агаевым. Азиз Альич, добрый день. И с Владимиром Светаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сегодня у нас, я так думаю, планируется одна из самых необычных программ. Да, мне уже весело. Да, вы знаете, что у нас мужская пятница, да? У нас дневной разворот под знаком мужской пятницы. У нас сегодня сугубо мужской союз нерушимый получается. Очень интересный у нас союз. Уже хочется начать и вопросы задавать. Давайте я признаю, что тему для этой передачи непосредственно Азиз Альич предложил. Азиз Альич сказал, а давайте поговорим про межнациональные браки. Да, потому что я сам уже 35 лет в этом году живу в таком браке, слава Богу, очень счастлив. И жена моя, Кировчанка. И поэтому я думаю, что хотел бы этим счастьем поделиться, но как ведущий вынужден приглашать других людей, которые будут делиться своим счастьем с нами. Да, сейчас они поделятся, безусловно. Но мне кажется, тема на самом деле интересная. Любому нормальному человеку послушать и узнать интересно, как там в семье, когда жена уроженка одного государства, когда муж представитель другого государства. Но так получилось, что мы, конечно, хотели полностью семью сюда пригласить, и мужей, и жен. Да. Но наши русские женщины, они хозяйственные же, да? Они на хозяйстве сегодня остались. Так шея, шея, я понимаю, шея, на которой голова держится. Понимаешь? Ну вот. Но при этом они скромные, да? Вот, 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 они скромные. Жены на хозяйстве, они скромные. А мужья, ну они же добытчики, они же бегают, да? Узнают. Да. Да, и вот сегодня к нам пришли как раз главы семейства. Давайте представлять. Ну, во-первых, представитель Турции Чагатай. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Чагатай по-русски, да? А так, если как он все время пытался нам сказать, что смягченно надо произносить Чаатай. Чаатай, без буквы Г. Да, Г можно вообще пропускать немножко там. Ну, так типа обозначать Чаатай там. Еще один наш гость, который был у нас в студии, это Мухаммед, представитель Египта. Правильно. Да, все верно. Салам алейкум. Алейкум асалам. Да, в ноябре мы встречались, у нас замечательно, интересная беседа была. Да, и вот еще один наш гость, который впервые в нашей студии, мистер Тони Куин. Республика Конго. А кто там аплодисменты там включает у нас там в этот момент Тони Куин, да? Можем похлопать. Всех представил, всех вас и нас объединяет. То, что мы все, мы все... Все женаты на кировчанках. Женаты на кировчанках. Вот все. Да, правильно. Это час. Да. Это час. Ну, я вообще вот, конечно, сейчас хотел бы прежде всего поприветствовать не вас, господа, а ваших жён всех. Потому что я думаю, что они точно сейчас, как настоящие жёны русские, сидят у радио и слушают. Что вы там будете говорить? Кто там мой сболтнёт, что-то. Лишнее или нелишнее? Ох, придёт. Так что большой им привет и пожелания здоровья и счастья, прежде всего, да. И всё-таки вот вопрос хочу сразу задать. Отчего они взяли-то своих прекрасных половинок? Что такие прямо неотложные такие? Но нам не предупреждать за это. Мистер Тони. Нам не предупреждать. Если так и будем, почему нет мощности пригласить? То есть мы в следующий раз можем тебя вместе с женой сюда пригласить и поговорить об этом? Мы всегда готов. Если найдётся время, конечно, для этого. Это Тони у нас говорит и готов. Так, Мохаммед, ты почему не взял? Мохаммед мне объяснял. Скромная жена, стесняется. Не просто так, честно. У неё тоже дела так. Она не могла сегодня пойти. Ну, у вас дочь? Да, у меня дочь 10 лет. Я помню, Мина, Мина, ты сказал, да? Ясмина. Ясмина, да, Ясмина. Вот она плавит заниматься, поэтому мама должна быть с ней. Кажется, нет. А почему нет папа? Баба на работу? Папа на работу. Мне хочется ещё выяснить, да, Азиз Алиевич сказал, 35 лет семейный стаж. В прошлой программе выяснили семейный стаж Мохаммеда. 10 лет? 10 и месяц ровно. 10 и месяц ровно. А у меня стаж, так, 4 года можно считать. Так, ты молодец. Стаж 4 года. Мистер Тони. У меня брак 9 лет. 9 лет? Да. Чагатай. У меня брак, да, 8 лет. 8 лет. Молодцы. Молодца. Азиз Алиевич самый опытный, получается. Ну, я именно для них открою консультационный центр по семейный стаж, чтобы они тоже могли 35, а может быть и 50. В прошлый раз я хочу напомнить, Мохаммед, давайте уже переходить к истории каждого из вас. Мохаммед, помню, говорил, кировчанка, девушка, Мария. Правильно. Приехала отдыхать в Хургаду, в Египет, там познакомилась с Мохаммедом. И ровно через 40 дней Мохаммед приехал. Даже меньше, я за ней приехал сюда. Ну, как за ней, к ней. Это невидимый трос, с которым она, значит, его так завязала. Нет, наоборот, честно, она очень хорошая. Но, честно, я сразу узнал, что это моя вторая половина. Приехал. И все. Сразу, да. Остался. Да, да. Дочке уже 10 лет. Да. 9 с половиной ровно. 9 с половиной. У Чегатаи, по-моему, похожая история. Да, так же. Я познакомился с Турцией. Как супругу зовут? Наталья. Наталья. То есть, будущая ваша супруга Наталья приехала отдыхать в Турцию. Да, познакомился с Турцией. Потом чуть-чуть общаемся. Шур и Мура у нас это называется. Шур и Мура, конечно. Потом мы речьились друг с другом. Я приехал отсюда. Потом не буду обратно. То есть, не поехал обратно. Уже все. Это все. Потому что это моя жена, если сидеть. Ну, конечно, я тут. А вы приехали-то непосредственно сразу в Киров, да? Да, сразу в Киров я приехал. И как ощущения? В России в первый раз оказались? Да. Да. Как ощущения, впечатления от приезда в наш город? Я очень люблю, потому что я очень привык. Красивый город. И маленький. Без проблем, потому что хорошо круг общения есть здесь. Первый раз это приехал отсюда. Никого нет, никому не знаю. Но потихоньку-потихоньку сейчас это хорошо, да? Друзья есть. Молодец. Спасибо. Но Киров хороший город, серьезный. Народ хороший. Потому что мы в другом стране приехали, но они обнимаются. Хороший разговаривать, это без проблем. Ну, вы по России вместе с женой успели поездить, посмотреть другие города? Нет. Или все здесь? Нет, все здесь лучше. Значит, друзей заработал за это время. Ладно, ну что, давайте перейдем к Тони, да? Да. Как ты-то вообще оказался? Ну, я здесь в России отказался как студент. Но первый раз приехал в город Краснодар. Там учились в политехническом институте. И я познакомился с моей супругой на море, в Лазаревской. В Лазаревской? Ой, знаменитая института. Замечательно. Я там работал, как обычно, начали работать с Африки на пляже. Фотографировал. И я прямо на пляже познакомился со своей будущей. Как? Ну, понятно, пляж. Кто на кого первый-то посмотрел? Это я. Ну, я видел девушку красивая, молодая, сидела, одна. И начал фотографировать. Ну, проходил, как фотографировать девушку. Давайте на память, на паспорт. Она смеется. Она сказала, ну, давай один кадр. Мы фотографируем. Она хотела даже заплатить. Как зовут? Юля. Юля. Она хотела даже заплатить. Я сказала, нет, бесплатно. Но в вечер он получает фото. Она не против. И вечером увидимся. И так все начал. Пригласил. Но это не было ни свидания. Просто погулять. Сидели в кафе, попили вино. Я, как обычно, люблю плива. И так начинал. И я сразу, я не сразу думаю неплохо. Я сразу, я вижу чистое будущее, что у меня. Когда я... Прям такая картинка нарисовалась, да? Когда мне начали общаться, я смотрю, я сразу подумаю, она моя. А ты на каком языке-то обзал? Заводил, да? По-русски. Контакт. А будущее в это время увидел на каком языке? На французский. Для уточнения. Официальный язык. Я сразу угадал, она моя, она моя будущее. И так начали разговаривать, с ними постоянно гулять. Были какие-то моменты, я должен разрешаться домой, в Краснодаре. Это было уже в конце лета, в септебре. Надо разрешаться, снова поступать в университет, учиться дальше. Я просто оставил ее и там отдыхал. Но мне было очень тяжело. Постоянно звонить, со списком, в контакте. То есть ты уехал в Краснодар, она осталась в Лазаровске? Да, одна. Одна? Да. И ты переживал из-за этого? Да. Но после этого я пригласил ко мне гостя в Краснодаре. В это время я уже снимал квартиру. Приехала на несколько дней. И погуляли, показывали город Краснодаре. А потом она приехала снова в Киров. И вот так мы начали скричать, что скайп есть. В фейсбуке есть, в контакте есть. И как ты в Кирове оказался? Ну, это уже... Когда мы все уже сделали, она приехала ко мне жить в Краснодаре. То есть когда ты закончил уже? Нет, еще. Еще не закончил. Мы начали жить в Миксе, в Краснодаре. Она забеременна. Но все это время, когда она забеременна, я все это время работал. Как раз я работал. Шоу-балет-экшен. Краснодарский край танцора. Шоу-балет-экшен. Но мы ездили в чемпионат, международный чемпионат, чемпионат Юга. Я много городов, Киров и Россия ездил на чемпионат. И она просто дома ждала меня. Я забеременна. Она родила. И как раз в 2009-м я закончил. И мы решили приехать в Киров. Но это не были вообще мы. Родители. Родители, они хотели. Дочка дальше продолжает учиться в университет. Но они будут заботиться за внука. Я сильно вообще переживаю. В городе уже давно живет. У меня больше знакомо. Но я не один приехал. У меня родные братья-близнецы. Я близнецы. Братья-близнецы. То есть вы вдвоем приехали. Мы вдвоем, да. Он сейчас в Краснодаре. У нее в своей семье. Но это было вообще трудно. Очень трудно в моментах оставаться. Своего братья-близнецы. Родной. За все, что мы прожили здесь в Краснодаре. Россия. Трудно. Хороший момент. Тяжелый. Вот так. Но я даже поплакал. Я сказал, ну, братишка, ну, давай. Каждый сейчас есть своя собственная судьба. Я решил судьба уехал из Краснодара. Но все равно есть и скайп, есть и телефон. Можно каждый день. Современные средства связи позволяет. Скажи, пожалуйста, сейчас очень коротко тогда. А родился-то у тебя кто? Я у меня сын Ромео. Ромео. Это сын Ромео. Да. Ромео и фамилия... А у тебя кто? Ромео Тони Дегтярев. У меня... Ромео Тони Дегтярев. Да. Короче, я взял моя фамилия и фамилия мамы. Ага. Девичья фамилия, как у нас принято это говорить. Девичья фамилия мамы. Да. А с братом-близнецом не было вообще желания найти тоже сестер-близняшек себе в жены? Нет. Не обговаривали заранее? Ну, желаний такой не было. Но когда мы еще жили рядом родители... Об этом думали. Мы сочетались с браком со своими вторыми половинами здесь, в Кирове, в наших обычных кировских ЗАГСах? Нет, я в Москве женирус. В Москве. Да. То есть расписались в Москве? Да. Я Киров. Киров ЗАГС. Я там себе. В Краснодаре. В Краснодаре. Угу. Окей. Ну, а хотел я спросить. Ну, вот у нас как бы... Мы тут перед передачей поговорили. То не у нас католик, но а Мохаммед и Чаратай два мусульманина. Да-да. А я бы хотел сказать. Ну, сочетались, понятно, это государственная как бы регистрация. А какой-то обряд проводили религиозный? Религиозный? Нет. Но как говорят цинцами, так вот так. Русская православная цинцами. Винчание. Мы это не сделали. Не делали. Но это были желания своей супруги. Она не хотела. Она не хотела. Я не буду просто говорить. Давай, давай. Нет. Нет. Это личный выбор. А вы вот Киабин? Нет. Они как-то не разговаривали. Тоже не делали. Понятно. То есть не так и не сяк. Да. Но может быть потом сделаем. Понятно. Но надо обязательно подумать и сделать. Да, ну, я уже давно подумал. Это не должен поменять. Это не надо. Но все равно ты остается как мусульмане. Это ничего значит. Ты должен менять свою веру. У меня супруга православный, я католик. Но я читаю православный, католик. Это одна религия. Я согласен на все. Ну, две ветви христианства. Ну, так просто не пройдет это. Ну, ладно. Это отдельная как бы тема. Так просто не обвенчают. Там будут вопросы связанные. А ваши, Мухаммед Чагатай, жены тоже православные? Да, да, да. Крещеные? Да, да, да. Очень сильно веришь. Очень. Да, да, да. Очень. Как вы к этому относитесь? Вообще отлично как. Ну, спокойно, да? Конечно, у нас просто... Моя религия ислам так. Но ислам, христиане, я всех верю. Я верю в Христос. Я всех верю. Вот поэтому у нас нет проблем. Мы неоднократно говорили, на самом деле. Ну, на эту тему, да. Потому что примерно 120 упоминаний об Иисусе в Коране. И к христианам, значит, Коран относится очень и очень приветливо. Если кто читал, так сказать, Коран. Поэтому мы на эту тему разговаривали. И еще в связи с тем, что на самом деле значение слова мусульманина мы как-то переводили. Что фактически то же самое, что и раб Божий. Так, если перевести, да, человек, который... Поэтому, собственно говоря, любого человека можно назвать мусульманином. И это не будет ошибкой. Важная составляющая любой семьи, жизни любой семьи, это кухня. Кухня. Я помню, Мухаммед говорил об этом. Мухаммед обещал угостить нас рыбой с рисом. Поэтому Мухаммеду сейчас... Креветки с рисом. Креветки с рисом. На эту тему Мухаммеду слова не даем. Он нас не угостил. Мухаммед заявил, что ничего из русской национальной кухни он не ест. Нет, нет, нет. Смотрите, у меня тоже... Я сейчас 10 лет живу, 10 лет я готов. Моя жена очень понравилась, наша кухня. Ну, конечно, так. Я постараюсь, не острый делать. И у нас все хорошо. Надо попробовать. Приходите в гости. А, ну да уже конкретно. Чиготай, как знакомство с русской кухней состоялось? И как сейчас дела состоят? Русская кухня вкусно. Кто готовит? Женаю, вы готовите? У меня шанс есть, потому что моя жена это повар. Поэтому образование повара. Да, 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 образование это повар. Она очень хорошо, вкусно готовится. Но туристская кухня, я знаю. Как-то я хочу эту туристскую кухню. Я сам готовился. Она понравилась, она кушает. И еще раз это сказать. Можно еще готовиться. Но русская кухня, это... Все я люблю, но кроме борщ. Кроме борщ? Кроме борщ. Потому что ты не Украина. Я знаю, но это... Украина, конечно, это все, что я знаю. Не, на самом деле, идут споры. И иногда ухо тоже. Ухо? Ухо тоже не любит. Да, рыба я люблю, но жареная. А вот Мохаммед может уху из креветок сварить, я думаю. Я не варю, я просто вкуснее с рисом, жареная, так. Плов? Плов я тоже люблю, но когда плов, каждый день тоже скучно. Ну, конечно. Вот, нет, по-другому я делаю, но еще раз повторю, приходите в гости. Попробуй? Все, уже два раза сказал, так что, Володя, мы готовимся. Еще будет, там тоже арабский десерт, он очень вкусный. Все мои друзья, попробуй, всем понравится. Когда это, да, то скажите. Особо. Когда? Уже не только мы с Володей, а все. Я готов. Смотрите, сейчас, прямо сейчас, могу пригласить у нас этот суванин? Да, да, мы хотели об этом сказать. Ну, кстати, Мохаммед... Там есть, короче, сейчас... Готовы? Да, да, да. Ладно. Нет, просто сегодня событие у Мохаммеда в жизни, он сегодня открывает собственное заведение, уютное и приглашает всех. И с Мохаммедом там можно лично, кстати, познакомиться, вот любой желающий житель нашего города. Мы по правилам передачи не можем называть. Почему можем? Московская 33А. Московская 33А. Отлично. Кухня, мистер Тони. Я вообще обожаю русской кухни вообще. Я вообще обожаю русской кухни, потому что я сам умею готовить. Я всегда русский блуд, все готовить и борщ, и мясо, все вообще готовить, я сам. Но иногда она помогает. Но в нашей кухне я всегда люблю фасоли с мясом, с рисом рядом, очень вкусно. Но большинство, что я кучу, всегда русские блюда. Да, потому что люблю русские блюда. И теща научила меня, как готовить, и я иногда сам дома готовить. А теща научила прям, вот давай учись, или все-таки вы попросили? Ну, я сам попросил, и мне было очень важно узнать, как надо готовить русской кухню. Я, насколько она меня научила, я могу все готовить. Но я не повар, постараюсь. Ну, а можно спросить, любимое русское блюдо? Для меня, я вижу, индийское только борщ. Потому что я люблю очень борщ. Борщ мне нравится. Каша есть. Счаготаем, да? Сырники есть. А слушайте, вот недавно Новый год был совсем. Что на Новый год готовили? Что было на праздничном столе? Да, что было на столе? Баран. Главное. У кого баран? Целый баран? Ну, не целый. То есть мясо баранина печеное? Да. В духовке? Да, да, правильно. Но по-русски. Ну, как по-русски? С чесноком, с картошкой вокруг? Ревуала. Ага. Ревуала? Переводи давай. Что думаешь? Все по-французски. Вот так хорошо. И так хорошо. Так хорошо. Мухаммед, Чагатай, вы что готовили? Давай, Мухаммед. Мухаммед, у нас были, честно, креветки. И суп тоже с креветкой. Это шут? Это шутка? И серьезно. И десерт тоже был с креветкой. Он любит эти креветки, поэтому сказали. Просто у меня друг занимается этот морепродукт, опт. Достояние я у него покупаю. То есть, подешевле можно купить? Да. После эфира попрошу. Адресок. Адресок. Серьезно? Тут в городе так. Вдруг на креветки тоже перейду. Нет. И вот вся семья креветки, Ил, на Новый Блок. Честно, да. Так было, да. Все-таки у меня... Плюс, конечно, этот русский салат, который жена сама готовила. Русский салат? Оливье. Да, но я это не ем. Земли салат есть? То же самое. Да. Да, оливье. Это земли салат. Земли салат, оливье. Ну, правда. Кто как готовит, кто с колбасой, кто с мясом и так далее. Мухаммед, у меня все-таки есть подозрение, что жена с дочкой там где-то ночью в холодильник. Открывают тайком. И русские блюда есть. И русские блюда. Ночью ходит в кухню только я. Понятно. Чего ты? Я сутки кушаю. А, праздничек? Праздник Новый Блок. Что было на столе главным блюдом? Селедка. Под шубой. Под шубой. Обожаю тоже этот салат. Да, хорошо. Потому что там есть... Тут я присоединюсь к двум нашим. Свек, свек. Да, очень. Это тоже очень люблю. Потом. Немножко интереснее. Это был Новый год. Это индийская кухня мы готовили. Совместно с женой приняли решение, что вы... Вместе готовили. В индийском стиле, да? Да, в индийском стиле. Но это тоже ведь много специй. Да, в любом случае. Да, я люблю острые специи. Острые специи я очень люблю. Поэтому готовлю индийскую кухню. Сабжи и так далее. Курица. Сабжи это? Сабжи это индийская. Это что? Это овощи? Ну, можно сабжи по-индийски. Можно сабжи по-нашему сказать. Да, да. Там, ну, типа по... Овощи это просто. Это овощи, зелень там хорошо прожаренные. Прожаренные, тушеные. Не, зелень. Это другое соус. Есть это соус вкусно. Это другое. Потом... Все. Больше я не готов. Шампанское. Шампанское-то было? Нет, мы не пьем. Я с женой не пьем, да. Вообще. Вообще. Ну, подожди. Напиток поднимали какой-нибудь? Может, есть. Сок только. Только сок купили или сами сделали что-то? Нет, купили. Понятно. А шербет почему не делали? Вы знаете шербет? Мы все тут в передаче знаем. У нас еще. Передача называется «Сору из нерушимых». Нет, мы не делали. Мень давно? Чикатайтуни. Шампанское. Да, больше шампанское. Коньяк, пиво. Во, нормальный русский человек. Нормальный русский. Но все это было. Но я... 31-й. Я как танцор. Я всегда... Время праздника. Я вообще дома редко бываю. Я всегда исполняю свои обязанности по работе. Приезжать дома поздно. А, то есть вы сейчас в Кирове тоже в ансамбле? Шоу, да, показываете? Да, шоу есть. Еще есть. То есть 31-е число рабочий день? Работаю. Приглашаю тут на выступать. Везде декабря я работал без выходных. Даже 31-й работал. У меня был выходной только 1-е числа. Но 31-й, когда семья отмечала дома, а я на работе в другом городе. Да ты что! Да. Я приехал после утра, часа 6, и я сразу открыли пиво. И начинаю пить. Праздник отмечаем. Шампанское чагатэ. Шампанское я не очень люблю, но... Ну, а русские традиционные алкогольные напитки? Водка очень редкая, но бакарди лучше. Бакарди-кола или бакарди-сок. А, бокалковый или сок? Бакарди. Бакарди русский, буйский напиток. А это нормальное. Немного. В меру. Потому что я не очень люблю много пить. Давайте сейчас прибрёмся на небольшую рекламу. Должны мы это сделать, как обычно, в середине часа, и скоро вернёмся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый Продолжается программа «Союз нерушимый». Напоминаем, что тема у нас сегодня... Они разные, но они вместе. Межнациональные семьи. Вот так вот. Ещё раз напомним гостей. Азиш Аликович. Сегодня с нами Чаатай. Представитель Турции. С нами мистер Тони Куин. Ну, сейчас уже аплодисменты были, сейчас уже не будет. Из республики Конго. И Мохаммед из Египта. И их всех объединяет... То, что они... Да, наши кировские девушки. Женаты на кировчанках. Знаете, у нас есть звонок. У нас была ещё договорённость созвониться по телефону с Марией Кир. Это один из самых известных фитнес-блогеров в России. И я расскажу немножко о Маше. Она родилась в нашем городе. Сейчас находится в Москве. У неё личная жизнь сложилась таким образом. Маша мне накануне об этом рассказала. В перспективе, видимо, в очень скорой перспективе, она станет женой уроженца Таиланда. Вот такая ситуация. Маша, вы с нами на связи? Да. Да, Маша, вы слышите? Да, да. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да. Вы сейчас рядом со своей второй половиной? Моя вторая половина сейчас в Таиланде. А, в Таиланде. Доеду. Как зовут? Я, к сожалению, не поинтересовался, когда мы с вами накануне созванивались. Его зовут Ит. Ещё раз? Последние полгода он жил в России. Сейчас поехал просто решать там всякие проблемы с документами. Ага. И вот расскажите немножко об истории вашего знакомства. Мы познакомились в Бангкоке где-то уже больше года назад. Я поехала в блок-тур. Нам рассказывали про муай-тай. И он занимался промоушеном одного из залов, в которых муай-тай изучают. И там мы познакомились. И как-то так с первого взгляда всё у нас закрутилось. И вот мы вместе уже больше года сейчас планируем пожениться, когда решим все наши проблемы. Не знаю. Говорит он по-русски? Нет, по-русски он не говорит. Мы говорим исключительно по-английски. Но когда мы познакомились, я не знала английский язык. Пришлось изучать. У меня была такая мотивация. А как он вам сказал, я тебя люблю, когда вы английский не знали? Это он мне сказал по-русски. А, здорово. А вы знаете, как по-тайски я тебя люблю? Это очень сложный вопрос, потому что у них нет понятия я тебя люблю. У них есть официальная фраза я тебя люблю, которую можно использовать по отношению к каким-то пожилым людям. В школе они изучают эту фразу, но в реальности они никогда не произносят. Они произносят имя, люблю имя. То есть Ит любит Машу, Маша любит Ита. Нельзя сказать, я тебя люблю по-тайски. Это в третьем лице, это вот социально, да? Да, да. Ну а когда вот... Я не знаю, почему ты за них... А если по-русски хочешь выразить, там, я тебя люблю, ну вот эти чувства именно, вот, я тебя люблю, то как это? Я тебя обожаю, или что это? Ну вот, надо подставлять свои имена. То есть и в каждой паре у них какие-то свои фразы, которые означают это. На самом деле тайский язык это такой сложный язык, что я даже не пытаюсь его изучать. Маша, ну, я так понимаю, серьезная вещь, которая вас с вашим будущим супругом объединяет, это фитнес, да, все-таки? Да, да, спорт, да. Да. Как отнеслась... Мы сейчас в Москве как раз занимаемся, работаем вместе, тренируем людей. Объединили Запад и Восток в наших тренировках, то есть муай-тай, тэквондо и граффит. Скажите еще... Здесь у нас такие... Скажите еще, пожалуйста, как ваши родители, родители вашего будущего мужа отнеслись к вашему такому выбору? Мои родители были в шоке очень долго. Мой папа, наверное, месяца два со мной не разговаривал. А ваши родители в Кирове, да, живут? Да, родители живут в Кирове. Папа не разговаривал. У меня папа, кстати, известный художник очень, я думаю, что вы его даже знаете, скорее всего. Ну, в общем, они были в шоке, но как-то постепенно смирились, потому что Итон умеет нравиться людям, они его сейчас вообще обожают. А его родители? Да, а его родители... у них семья очень нестандартная, потому что если бы семья была стандартная, все бы не сложилось. В Таиланде очень строго относятся к совместной жизни до брака, к детям от другого брака. То есть у них это невозможно. У них дети живут с родителями до свадьбы. Нельзя жить вместе, парень. Консервативная такая система. Да, да, да. Но так как у них семья такая продвинутая, все у них с этим в порядке, и они меня очень любят, обожают, и дочку мою обожают. Вот. Все у нас хорошо. Ну, когда на свадьбу-то планируете приглашать все-таки уже? Приглашать. Я думаю, что скорее, да, если вы сможете приехать в Таиланд, все приезжайте. А что тут пятером уже все, понимаете, межнациональные семьи у нас тут сидят. Мы, так сказать, в Таиланде. Вообще, может быть, скорее всего, мы приедем в Киров, расписываются в России, потому что это проще. Вот. Правильно. Да, вот. Уже хорошо. А, на то, что настоящую красивую свадьбу мы уже будем делать в Таиланде. Я хочу традиционную буддистскую свадьбу. Вот так. А как дочку зовут? Лиса. Как? Алиса. Алиса. То есть по-русски. Алиса, да. Ну, что, как говорится... Ну, дочка-то моя, потому что она с русской. Да, да, мы поняли, мы поняли, да. Ну, что, как говорится, совет да любовь. Да. Спасибо вам большое. Счастья вам. Спасибо, да, спасибо. Мария Кира, одна из самых известных фитнес-блогеров в России. Вот так. Ну, что, Мохаммед, Тони, Чагатай? Почему свадьба должна быть красива в Таиланде? В Кирове тоже можно сделать красивую свадьбу, правильно? Конечно, можно. Вот хотелось бы, чтобы еще в оставшиеся минуты мы о детях поговорили еще, да? Расскажите о своих детях, Чагатай. У вас дочка? У меня дочка есть, я в Турции. А, в Турции? В Турции. Да, она учится. А здесь, Натали? Здесь нет. Нет. А мы думаем, конечно. Тони сказал, что у вас... Да, у меня сын Ромео, 5 лет. 5 лет, да? Да, он сейчас в садике. В садике ходит. Но он уже танцует, да? Вообще он не любит танцевать, как папа. Он любит футбол. А-а-а. Что, нормально. Что, тоже хорошо. Ну, хотя бы я хотел, он со мной потанцевал. Знает несколько движений по танцу. Я с ними заходил, в студию танцевали. Но когда я, бывает момент, я в другой зале занимаюсь, если с друзьями, а они в другой зале, он постоянно убегает ко мне. Папа, я хочу к тебе. Я сказал, иди там занимаюсь. Нет, я только к тебе. И сиди на планшете, играю. Я иди там занимаюсь. Нет, папа, мне только футбол. Особенность наших детей. Планшет – это беда. А в этот момент я понял, он не будет танцором, как и я. Он думает уже другое. Он любит вообще футбол. Если футбол, он вообще за. Футбол можно. Ваш сын, я так предполагаю, это мулат. Мулат, да. Мулат. Мулат, да. Как отношение к нему в детском садике? Ну, как ты сказал, отлично. Со стороны других ребят, воспитателей. Ну, они не ссорились, никакой ссоры, никакой проблемы. Наоборот, воспитатели обожаю. У нее, как у человека, энергичный, как папа. Зажигает тоже, как папа. Веселый, как папа и мама. А язык только русский или как-то французский? Нет, нет, сейчас я сам начал учить сына. Французский, он знает несколько фраз. Можно поговорить с дедушкой, с бабушкой, через скайп в Африку. Вы-то в идеале французский знаете. Да, французский сейчас. То есть, обучение было в школе на французском и... Ну, мимо французского у нас родной язык, лингала. Да. Но у нашей школы это не лингала, это французский. Потому что у нас была колония. Первая колония у нас была Бельгия. Бельгия. А после Бельгии у нас был француз. Но до француза Бельгия это был уолон. Чистый язык, бельгийский язык, уолонский. Но это мы дети, мы не изучали этот язык. Только наши родители. Но когда французы пришли, и вот так мы дети начинают изучать французский язык, тоже родители. А сейчас вообще уолонский язык никто там не говорит. Все сейчас на французский либо английский. Французский, английский. Потому что это два языка, это уже международный. Везде может поехать. Чувствуя французский, английский, французский, английский. Поэтому все сейчас изучают английский. Отлично. А Ясмин? У меня Ясмин, она говорит, конечно, только по-русски. Шут, шут, шут по-арабски. Когда ей надо что-нибудь, она говорит со мной по-арабски. Да ты что? Ну, то есть довольно приличный уровень владения арабским, чтобы поговорить. И надо планшет, и надо выставка, и ехать, и надо что-нибудь, и надо экскурсии идти, и надо подарок. Она просто это по-арабски. Она знает подход к отцу. И девять с половиной лет, она плавает, занимается, шурусует, третий класс. Мальчики есть поклонники уже? Папа близко не пускает. Или папа близко не подпускает? Нет, смотри, я честно, по-моему, еще рано. Я в эту тему не говорил, не лезал, ничего не делал. Но она знает, что правильно, что неправильно. Это сто процентов я знаю. А к папе подходит по личным вопросам? Так вот, по-арабскому подходит. Но я думаю, пока еще рано. Нет, лишние вопросы, это шурано. Еще рано, да. Я понимаю. А вам что готовь, дается пообщаться, не знаю, в семье или вне семьи? Да, да, да. На родном языке я имею. На родном языке я разговариваю. Жена что-то знает? Нет, просто спасибо, хорошо и так далее. Ну хорошо, но вы ведь русские не знали, когда знакомились с вами? Нет, я не знал. Я уже знал. Я уже русский. Обычай из Краснодаря. Хорошо, ну а как вы сказали? Хорошо, извини, пожалуйста, Тони. Как ты сказал своей жене, я тебя люблю, когда русский. Нет, как с ним познакомиться вообще сначала? Вот мы по-английски разговаривали сначала. И ты по-английски сказал ей? Я тоже, по-английски хорошо. И ты тоже? Да, да, да. Ну а сейчас твоя жена знает как по-арабски? Я тебя люблю. Она знает, конечно, знает. Ну ты скажи, пожалуйста, микрофон, интересно даже. Она бахабик. Это адресовано жене Мухаммеда. Еще раз, пожалуйста. Она бахабик. А вот так. А ты че-то? Я все стесняю, но все не все веру. Это тоже адресовано жене Мухаммеда Чакатэ. Да. Ну и очередь, мистера Тони. Да, и Тони, вот не по-французски, потому что жутем и так далее, наверное, многие там... Но я могу хотя бы по-русски? А нет, а вот по... По лингало? По лингало, да. На лингео. На лингео. На лингео. Это адресовано Тони своей... Юле. Да, супруге Юле. Да, супруге Юле. Вот на такой романтической ноте завершаем мы очередную программу «Союз нерушимый». И всем семьям и нашим, и наших слушателей всего доброго. И много счастья. Да, мир, добра, любви, счастья. Спасибо большое. Спасибо. Чагатай, Мохаммед, Тони Квинн. Вам тоже большое спасибо. Всего доброго. До свидания. Союз нерушимый.